Евангелие от Матфея, глава 10. И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцать иже апостолов имена Суции. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев, Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который предал его. Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите на Ипачи, погибшим овцам дома Израилева, Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди, поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря, «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно, говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов израилевых, как придет сын человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вильзевулом, не тем ли более домашних его? И так не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь того более, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. И так всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я пред отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашнее его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мною, тот не достоин меня. Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получает награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых всех только чашей у холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Аминь.